Привет, друзья! Я Сергей Бадюк. Наверняка с многими из вас мы уже знакомы по циклу моих спортивных фильмов, по циклу моих спортивных программ, также по фильмам «Страна героев». Сейчас мы с моей командой решили начать новый проект. Проект называется «Кодекс чести». И посвящен он не героям тех, которых мы изучаем на уроках истории. Он посвящен тем героям, чьи имена, к сожалению, забыты. Но если покопаться в истории, если взглянуть над нее честно, под правильным углом, то эти люди служат настоящим эталоном, мужским эталоном, эталоном русского офицера, эталоном просто настоящего героя. Поэтому мы ищем такие истории, мы снимаем уже целый набор фильмов. И первый фильм в этом цикле посвящен выдающемуся русскому генералу Михаилу Дмитриевичу Скобелеву, более известному как «Белый генерал». К сожалению, большинство из нас и у меня в свое время «Белый генерал» ассоциировался с «Белым движением», что совершенно не так. Любил он солдат, прежде всего, тем, что заботился об них. Если солдат не получал хотя бы один раз в день горячей пищи зимой, этот командир лишался должности. Вот так и писалось приказать. Он был по духу суворовец. Первый, один, на белой лошади, в белой одежде. Мог остановить простого солдата, сказать, например, в чем проблема-то, почему тебе грустно, что у тебя на душе. То есть военный, значит военный, да, обязанности свои исполнял. Человек, значит человек, как бы. Мы приложили огромные усилия для съемок этого фильма. Мы работали с архивными материалами, с государственным нашим музеем, с Центром культуры при посольстве Болгарии, с многими болгарскими музеями. Неоценимую помощь нам оказал выдающийся режиссер болгарский Владимир Щерянов. Мы много работали. Мы выезжали в имение Скобелева, мы снимали на Парадинской панораме, мы привлекали наших выдающихся историков, мы выезжали по местам, где шли бои. Мы сделали огромный объем работы. Весь объем работы по этому фильму производится на наши личные средства. Фильм завершен на 80%. Хочется сделать его уже очень достойным. Хочется сделать его таким, чтобы его можно было, не стыдно было показывать и через 10, и через 20, и через 30 лет. Поэтому я обращаюсь к вам от имени своей группы за помощью. Если вы действительно хотите увидеть этот фильм, если вы хотите поучаствовать в его создании, проголосуйте рублем, братцы. Нам осталось 20%. Мы хотим сделать хорошую анимацию, мы хотим сделать это на высоком, в таком уровне постпродакшен уже необходимо сделать, телевизионном. Поэтому обращаюсь к вам за помощью. Надеюсь, что найду ваше понимание и надеюсь, что в ближайшее время мы все увидим этот фильм, мы обязательно сделаем премьеру, мы обязательно самых таких деятельных помощников поощрим. Авторитет России находился на очень низком уровне. И военный авторитет, и политический в том числе. Он помог его восстановить. Великая личность. И я уверен, что если бы он остался жив, то не было бы, может быть, даже и революции. Но какая-то память, генетическая глубина, каким-то образом она сохраняется в народе. Но хорошо уже, что я счастлив, что я дожил до того времени, когда мы не ломаем церкви, а их восстанавливаем. Я очень надеюсь на вашу помощь. Впервые в моей жизни я прибегаю к такому способу сбора денег, как краудфандинг. Слово заучивал 4 дня, честно говоря. Правильно выговорил, пацаны? Все, правильно. Люди кивоют головой. Братцы, честно говоря, вот собираем пожертвования на то, чтобы воссоздать образ настоящего генерала, который незаслуженно забыт в нашей истории. И фильм, о котором я считаю необходим для подрастающего поколения, ну и для нас, старичков. Спасибо, с уважением, Сергей Бадюк. Выйдите на улицу, спросите про Скобелева, никто ничего не ответит. В общем, внятно вот. Ну, может, ответит кто-то, но очень небольшой процент, я думаю, людей. Вот такие люди появляются в критические моменты. В России это, честно говоря, постоянное явление. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова